Встреча с прекрасными музыкантами, звездами мировой сцены. Здравствуйте, дорогие телезрители! Новый выпуск программы «Рандевую». Повод для встречи у нас сегодня просто потрясающий. 25 лет исполняется вокально-инструментальному ансамблю «Белые росы». Юбилейный концерт вы сможете посмотреть в эфире телеканала ОТС. Ну а сегодня гости нашего эфира Александр Фершалов, художественный руководитель ансамбля «Белые росы», заслуженный артист России. И гость нашего города, гость юбилейного концерта, друг «Белых рос» Олег Иванов, композитор, народный артист России. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, мы поздравляем «Белые росы» с юбилеем, желаем, чтобы армия поклонников росла, чтобы вдохновение всегда было с вами. С каким настроением встречать это событие и с какими планами? На ближайшую перспективу, потому что, думаю, на перспективу отдаленную уже зреет план встретить полувековой юбилей, правильно? Ну да, конечно. Нет, ну настроение какое-то, бодрое настроение. Бодрое? Какое еще может быть? Праздничное. Нет, ну а планы, господи, планы, как всегда, наполеоновские. Есть много замечательных песен, которые мы еще не спели. Наверное, Олег Борисович что-нибудь нам еще напишет. Обязательно. Уже есть. Уже есть. Ну вот, как все быстро. Поэтому, нет, все замечательно. При ансамбле мы занимаемся и будем заниматься, работаем. Это, естественно, дети, детская студия, детский репертуар. Это очень такая, ну очень объемная тема. О ней можно говорить и много. Но и в этом ключе и будем продолжать, как говорится, петь, работать и получать от этого удовольствие. У вас сегодня и взрослая эта команда какая сильная. Каждый просто как жемчужина. Расскажите немножечко. Потому что коллектив менялся, это понятно, 25 лет, жизнь. Все бывает сегодня. Ну, действительно, было много ребят приходили, уходили. Но я думаю, что вот именно и, наверное, Олег согласится, что вот та команда, которая сейчас подобралась на данный момент, а я думаю, что у нас звездный состав, который сейчас есть звездный. Ну, ребята действительно молодцы. С ними просто, ну, одно удовольствие работать, то, что все играется как бы с первых там нот, попыток и все. Главное, что вместе, когда собираемся и все это вместе делаем. Ну, я думаю, что кое-что получается. Это восхитительно. Да, здорово. Олег Борисович, вы дружите с белыми россами уже много-много лет, правильно? Да. С чего все начиналось? Как вы познакомились с ансамблем? Это было так давно, что вот именно сам момент, может быть, Сан Саныч мне... Напомнит. Саша, ты напомнишь мне, но я знаю о том, что у нас очень много было совместных проектов. Вот там «Шаги навстречу», например, прекрасный был. С «Сибрами». Александра Николаевна Пахмутова, Николай Николаевич Добронравов, Игорь Михайлович Лучинок, то есть с белорусской стороны, ну, в Сибры, естественно, да. И это были очень интересные поездки по городам Сибири, в Красноярске, в Томске. Тем более по закрытым городам. Это были закрытые города, выступления очень, очень, то, что запоминается на, как бы, на всю жизнь. Но самое главное, самое главное, это, конечно, то счастье, которое вот я испытываю, когда белорусы поют мои песни, это непередаваемо. Сложно, наверное, да, сейчас определить, что было первоочередным, теплые человеческие взаимоотношения или творческое сотрудничество. Мне кажется, на первое место нужно ставить именно человеческие отношения. Именно когда первый раз мы посмотрели Саше друг другу в глаза и все, именно это определяет. Это определило мои отношения с Сибрами в свое время. И они мне об этом говорили. Олег, вот мы тебя увидели, мы там в течение полминуты все поняли, что ты наш человек, что ты именно Сибиряк. Вот они это подчеркнули сразу. Доберусь до Убинки. Это песня, наверное, рекордсмен в вашем личном рейтинге, Александр Александрович. Потому что слышала, что именно ее чаще всего слушатели, зрители просят исполнить на бис. Ну вот мы как раз с Олегом, мы когда ехали, говорили об этом. Во всяком случае, когда я в Убинке бываю у себя на родине, ну кто-то меня и узнает, что очень приятно, конечно. И просто я слышу, если у кого-то звонок телефонный, играет Убинка. Да вы что? Серьезно, думаю, ой, елки. Ничего себе. Как это все интересно, да. Доберусь до Убинки на исходе дня. Как жило себе, лосек, да без меня. Я давно по стёжкам этим не ходил. Но тебя я, Убинка, в сердце сохранил. Я давно по стёжкам этим не ходил. Но тебя я, Убинка, в сердце сохранил. В отношении Убинки я ещё хотел бы добавить, что Саша меня попросил написать песню именно о его родине, о малой родине, вот там, где он родился, вырос. Мы с поэтом Борисовичем Бортасевичем, мы в Убинке не были. Но Саша так рассказал об Убинке. Мы написали песню, и я считаю, что это одна из моих лучших песен. Кстати, её отметила Александра Николаевна Пахматова, когда было десятилетие белых рос в Кремле. Они белые росы исполняли песню Убинка. И Александра Николаевна за кулисами ко мне подошла, говорит, Олег, классная песня. Вот она так и сказала, классная песня. А почему мне ещё приятно? Ну, Александра Николаевна, она глухавить не будет. Да, она, почему Убинка для меня дорога, потому что в ней особый колорит. В этой песне особый новосибирский колорит. Я много написал песен алтайских. Они совершенно отличаются по духу, нежели чем Убинка. И земля моя Сибирь. Это тоже новосибирская песня, которую я написал на стихе Юрия Колоколова, новосибирского поэта. Она также, вот её колорит непередаваемый. То есть это Сибирь, но это Новосибирск. Непередаваемый, но мы попробуем передать. Посмотрим сейчас музыкальный фрагмент. Олег Борисович, Как пишется музыка? Что вас вдохновляет? Практически до последних десяти лет меня вдохновляли прежде всего стихи, конечно. То есть они были для меня первоисточником. Последние десять лет я очень часто пишу песни, но изначально свою мелодию песенную пишу. И потом прошу поэтов, моих соавторов, чтобы они писали стихи на слова свои, на мою мелодию. Значит, почему так? Потому что именно вот этот, мне кажется, это очень перспективно, когда ты нет рамок поэтических вот такого стихосложения, ямбы, хореи. Вот всё это выстроено и находишься вот в плену этого ритма поэтического. А когда мелодия сама льётся из тебя, то тогда уже задача поэта найти выражение поэтическое, написанное мелодией. А вдохновляет то, что вверху, то, что падает сверху, когда оконцы, оконцы отворяются. Отворяются оконцы, и если есть связь, самое главное, не потерять эту связь, а связь и есть. А у вас бывало в карьере вот такое несовпадение? Мелодия есть, она близка вашему сердцу, какой-то образ рождался, когда вы её писали. И вдруг потом вы видите, как встречается эта мелодия с поэтическими строками, и оказывается, что эта встреча выглядит уже иначе. Если вы себе не об этом представляли, эту песню, и не такую, может быть, драматургию внутри этих куплетов... Ну, вот... Бывало, что вам не нравилось? Ну, очень редко. Очень редко. Нет, бывало. Бывало, я даже не буду называть это выдающийся поэт, вообще просто величайший. Ну, такое бывает, да? Ну, такое бывает, такое бывает. Ну, очень редко. Успели вы за большое количество лет в искусстве составить для себя, пусть даже условно, рецепт, схему, как пишется хит? Вот что должно быть? Автор сам чувствует, что эта песня, современным языком говоря, выстрелит. Или... Или это можно просчитать? Это нельзя просчитывать, это невозможно. Дело в том, что каждую песню, которую я пишу, если у меня не будет, ну, особого чувства, которое называется вдохновение, я не знаю, что это такое, ну, какое-то особое чувство, тогда вообще не нужно этим заниматься. То есть, что механически на заказ это уже не то будет? Почему? Придумать мелодию, песню, нет? Почему на заказ это пишется с таким же вдохновением, даже иногда с большим? То есть, я серьезно говорю, то есть, когда я работаю на заказ, работа на заказ, она абсолютно идет мобилизация. Вообще всего, всех сил, которые есть у меня, и физические, и духовные, и так далее, все включается. Действительно, есть автор музыки, автор текста. Ну, по-моему, есть еще и третий вариант. Да, исполнитель. Как говорится, корабль назовешь, так он и поплывет, и кто ее как исполнит, мы буквально вот тут беседовали, вспоминали вот про Песняровскую Володу. То есть, она лежала где-то там 20 лет, и просто когда был вот этот действительно юбилей поэту Матусовского в колонном зале Дома Союзов, Песняры эту песню сделали фактически ночью в поезде. Приехали вот и выдали. Да, из Минска. То есть, они ехали, не зная песни. То есть, мы едем, что мы будем петь, что мы будем петь. Я просто, когда мы готовили юбилейную программу, посвященную Мулявину, я просто так глубоко всю эту тему изучил, и очень интересно. И там действительно вот они и говорили, что им прислали, ну, спойте Володу, ну, спойте. Он говорит, ну, Песняры они были, но обычно у них классический состав, там, ну, все эти инструменты, там, трубы у них. Тут появился вдруг Баян, что вот в свое время меня вдохновило, что понравилась эта вся идея. И действительно, что Баян, второй Баян. И вот говорили, что тогда, в то время, центральное телевидение Советского Союза был прямой эфир. Что там говорили, что программа как строилась, песню спели, все, ушли, все. Их два раза вызывали на бис, в прямом эфире. То есть, они спели, еще два раза не могли, их не отпускали. И поэтому, вот он и хит получился. Сразу, сразу, моментально. В один концерт вся страна влюбилась в эту песню. Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет. Только, только нет мне ни слова в ответ. Значит, значит, надо иметь ей в виду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок-ду-ду-ду-ду-ду-ду, Волок-ду-ду-ду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок-ду-ду-ду-ду-ду-ду, Волок-ду-ду-ду. Сам я за ответом приду. Олег Борисович, много лет уже живете в Москве, а когда возвращаетесь в родную Сибирь, что вам больше всего нравится, чего нет в столице? В столице совершенно другой ритм жизни. Там вот если деловая встреча, если поехать на автомобиле, то можно потеряться, опоздать, пробки и так далее. Но если я езжу на метро, но в метро вошел, вышел, все уже как бы в разобранном состоянии, потому что очень много народа, как в бочке селедка. В часы пика это просто не утренняя встреча, а где-то что-то. То есть на улице много людей, все куда-то спешат. Вот такой вот ритм здесь для меня. Размеренно? Здесь, да, Новосибирск, Барнаул. Это для меня вот как санаторий. Ну и, конечно, невероятная ностальгия. Ностальгия по тому времени, когда я жил, работал в Новосибирске, когда учился в консерватории, работал на скорой медицинской помощи, там три года одновременно с обучением. Да, у вас очень интересная такая вот есть графа в вашей биографии, потому что начиналось все вообще с Алтайского мединститута и пророчили вам карьеру медика. Ну, было такое. Когда зигзаг судьбы повернул в музыкальную сторону? С песней товарищей «Хлеба, горбушка и то пополам» она в мае 70-го года, я заканчивал пятый курс. Вот эта песня, она, конечно, определила всю дальнейшую судьбу. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль, еще тебе, мамка, скажу я верней, хорошее дело срастить сыновей, которые лучи сидят за столом, которые могут идти напролом. И вот скоро сокол твой будет вдали, ты круче горбушку ему посоли, чтоб дружбу в товарищ пронес по волнах. «Хлеба, горбушку и то пополам, ой, ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина». Подсчитывали, сколько песен сейчас в репертуаре «Белых роз?» Ой, Таня. Ведете такую ведомость? Нет, ну у меня, конечно, список есть в нашей репертуаре. Я думаю, больше ста песен – это сто восторг. Нет, больше сотни, да. Не, ну а если народные считать, то там, ну, больше сотни, да. «Белые розы», я думаю, уже скоро организуют в музее своих наград, дипломов, подарков. Расскажите, пожалуйста, вот вы сегодня пришли мне с пустыми руками, много с собой принесли почетные грамоты, здесь я вижу, благодарственные письма. В каждом районе города есть районный музей. Да. У нас есть постоянная действующая экспозиция именно ансамбля «Белые розы» и в Калининском районе музея. Я даже не знала. Да. Возвращаясь к этой гармошке своей, дедовской, она там стоит. Ее показывают, они рассказывают, когда на концерт я ее беру и… То есть это музейный уже экспонат. Да. Так что тут даже приезжайте в музей Калининского района, там «Белые розы» и там все расскажут, все покажут. А то, что награды, грамоты, действительно, это не те, которые в музее. Музеи там, у нас их очень много, но за 25 лет накопилось, потому что довелось тоже действительно побывать в им много-много где. Ну, я думаю, что тоже они, так сказать, и заслуженные. То, что вот, Олег Горипов, «Славянский базар» нам тоже, по-моему, в 11-м был, тоже нам выручали специальный диплом фестиваля «Славянский базар». Четыре раза мы их принимали участие. Ну, это тоже незабываемые такие впечатления. Олег Борисович, вы помимо того, что музыку пишете, вы же ведь еще и поете. И вот на юбилейном концерте «Белых роз» это тоже уже традиция стала, вы тоже исполнили несколько песен. А кроме того, очень много концертов, и где вы как раз еще и выступали, прошло в разных городах России, в Беларуси в том числе. Очень высоко ценят ваше творчество, ваше и композиторское искусство, и исполнительское. Какая из всей плеяды наград, которыми вы обладаете для вас, самая-самая ценная? А для меня все ценные награды, они... Ну, это не просто, как бы взяли там, кто-то написал там, лауреат премии Ленинского комсомола. Помимо самого главного, это, конечно, песни, но еще, когда я жил в Новосибирске, я очень дружил с Новосибирским обкомом комсомола и с Новосибирским горкомом комсомола. Значит, меня избрали председателем Совета творческой молодежи обкома комсомола, то есть это вот Новосибирская и Новосибирская область. Я был членом, по-моему, как это называлось, правления обкома комсомола. Может быть, не правления, а какой-то другой, но вот такой, как бы, высший орган обкома комсомола. Именно Новосибирский обком комсомола меня рекомендовал. Я работал на трех всемирных фестивалях молодежи и студентов в Берлине, Гаване и Москве. И в Гаване стал лауреатом этого всемирного фестиваля. В 2018 году на Славянском базаре Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, наградил меня премией союзного государства «Россия-Беларусь» в области литературы и искусства. Это государственная награда за цикл песен, восемь песен, которые исполнялись и исполняются белорусскими исполнителями. Ну, там шесть песен – это ансамбль «Сибры», седьмая песня – это ансамбль «Сибры» Олег Иванов «За нами, Москва», и восьмая песня «Город-городок» – это Александра Тихоновича и Едвига Поплавская. Ну, а самая главная награда – это народный артист «Россия». Ну, это здесь без комментариев. Почетное звание, конечно. Очень серьезно всегда относитесь и к тому, что будет представлено на концерте, и к тому, в какой форме это будет представлено. Я имею в виду сценографию и, конечно же, костюмы потрясающие, которые есть у белых роз. Вы на юбилейном концерте просто удивляли практически через два-три номера новые образы. Скажите, пожалуйста, кто отвечает за стиль в коллективе и вносите ли вы туда свою лепту? Утверждаете или просите какие-то изменения внести в наряды? Нет, я чисто творческая сторона, как говорится, медалей, репертуар, обработки, аранжировки. Такие костюмы – это жена Наталья, она член Союза дизайнеров. Она в этом все понимает, все знает. Ну, где-то там мы чего-то советуемся, а так я целиком и полностью, как говорится. Наташа, все. Ну, вы себя как чувствуете в этих нарядах? Ну, я не знаю, мне нравится. Было очень много гостей на юбилейном концерте. Расскажите, пожалуйста, там был и детский хор, вернее, группа детского хора и солисты из районов Новосибирской области, Росгвардии. Да-да-да, это, ну, опять же, вот именно не случайно. Если говорить о Журавушке, ну, в свое время Журавушку создавал Ярослав Николаевич Чепкайло, Слава. Ну, а просто с ним мы начинали, мы когда-то вместе работали и на танцах, он у нас был руководителем, он у нас был один самый такой старший, грамотный. Ничего себе. Он в консерватории учился, он нам там все по ноткам расписывал, вот собирались, и вот что-то там, не дай бог, то есть, не то, что там вот, ну, сыграл так, так, вот так, вот так, и вот так, и больше не как. То есть не по цифровке? Да, нет. По нотам? Ну, естественно, мы и дружим. Мы оставим на память палатка, эту песню для новых горят. Еще ансамбль Росгвардии, да, выступал? Ну, Росгвардия опять в начале нашего творческого пути белых роз, мы где-то в течение года больше, мы были фольклорной группой при ансамбле, но тогда не Росгвардия было какое-то другое название, то есть, дружим вот до сих пор. С челдонами, естественно, это жанр общий, вместе мы давно хотели, нет, и встречаясь на концертах где-то, давайте что-нибудь вместе споем, я говорю, вот, ребята, повод, давайте вместе что-нибудь споем, ну, вот спели. Ну, а про ребятишек это отдельная тема. Кстати, вот по поводу детского творчества, ну, такой потрясающий уровень совершенно не детский, кадры готовить с молодым, как я понимаю, продолжается работа детской творческой студии, да, белые розы? Ну, это как бы вот именно проект белых роз, потому что... Сколько лет он уже реализуется? Ну, ему уже, получается, пошел шестой год, мы проводили вот и конкурсы у себя, и очень приятно, что дети, которые уже, да, подготовлены, они занимаются, ну, естественно, мы с удовольствием берем и в концертную программу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, пожалуйста, от белых роз, что нам ожидать, какие сюрпризы в ближайшее время. Знаю, что есть такая традиция уже, укоренившаяся, это предновогодний музыкальный вечер в зале имени Катса. Вы так хитро улыбаетесь в этом году. Снова встречаете Новый год? Не, ну, это, да, какая-то такая... В филармонии? Вахта интересная, да. Ну, мы всего как раз три года в филармонии, как и есть. До этого мы были вот и в Москве, ну, тут долго об этом говорить, как говорится, в свободном творческом своем пути к полете. А в филармонии, да, первый год мы отработали, нам предложили, ну, у вас вроде получается, народ же пришел, ну, а что белые розы? Давайте второй, третий. В этом году директор генеральный вызывает, говорит, ну, а что давайте четвертый раз белые розы на новогодний концерт. 31 декабря? 31 декабря. Ну, это уже невольно напомнило фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Мы даже и программу уже назвали «Ирония судьбы» или «С Новым годом». Приходите, 31 декабря. 31 декабря кто ходит в баню, а у нас в филармонии 31 декабря белые розы. Все. Неважно, там уже... Любимые хиты, новогоднее настроение, всегда позитивное. Ну, это 31 декабря. Я напоминаю, в ближайшее воскресенье, 5 декабря, в эфире, в вечернем эфире телеканала ОТС, вы сможете посмотреть трансляцию из государственного концертного зала имени Каца юбилейный концерт «Ансамбль белые розы». Спасибо вам большое за интервью. Олег Борисович, рада встрече, рада знакомству и нашей беседе. Александр Александрович, передавайте огромные поздравления и наилучшие пожелания всему вашему коллективу. Продолжайте радовать своим творчеством. Что вы сегодня хотите пожелать нашим телезрителям, жителям Новосибирска и Новосибирской области? Ой, ну, в наше такое интересное время, конечно же, всем здоровья. Всем здоровья, настроения. Слушайте хорошие песни, хорошую музыку. Приходите на наш концерт. 31 декабря. Да, то же самое я хочу пожелать всем телезрителям, которые нас сейчас смотрят, крепкого сибирского здоровья. Это самое главное сейчас. Хочу пожелать, чтобы солнце всегда светило над Россией, чтобы солнце было всегда над Сибирью, чтобы солнце было в сердцах, в душах сибиряков, моих земляков, и чтобы всегда с вами был самый лучший ваш друг и товарищ музыка и песня. Продолжение следует...